Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он мне звонил. Звонил? Да. Он мне вчера звонил. Снова. Кто? Насильник. Каким образом? Я не знаю. Значит, вы посадили не того. Он мне звонил. Он на свободе. И он меня запугивает. Да. Что именно он вам говорил? Он мне... Он... Он спросил меня, соскучилась ли я по нему. И... И говорил, что мы скоро увидимся. Ну вот, действительно, кто-то запугивает. Наверное, тайный выздыхатель. Шуточки у нынешней молодежи, конечно, еще те. Вы меня слышите? Это его голос. Это точно он. Серьезно? Вы что, начали искусственный голос распознавать? И... Нет, я... Я имею в виду его манера и то, что он говорил. Просто поверьте... Да мы человека посадили. На шесть лет. Все. Дело закрыто. Точка. А теперь, пожалуйста, не мешайте нам других преступников ловить. Ладно. Хорошо. Я... Я понимаю. Это звучит неубедительно. Хорошо, что понимаете. Ну, тогда, по-вашему, кто это звонил? Кто? Откуда он мог знать про заменитель волоса? Про то, что именно надо говорить? Лена, у нас городок очень маленький. И сарафанное радио иногда работает лучше, чем мобильная связь. То есть... Я вас правильно понимаю? Вы ничего не собираетесь сделать? Я уже все сделал. Виновный сидит за решеткой. А если вам досаждают какие-то назойливые поклонники, то извините меня. Разбирайтесь с этим сами. И помните, что на суде вы опознали Сергея Бойко. А за лжесвидетельство у нас тоже предусмотрено наказание. Так что, пожалуйста, будьте осторожны с заявлениями. Хорошо. Привет. Где девочки? На бьет убежали. Ну что? Он мне не поверил. Решил, что это чья-то шутка. Слушай, Лен, а ты даже на чуть-чуть не думаешь, что он может быть прав? Окей, я поняла. Ты тоже мне не веришь. Не-не-не, стой-стой, Лен. Я верю, верю. Просто ну мало ли придурков на свете. Может тебя кто-то решил напугать. У него это отлично получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы присаживайтесь. Стой-стой-стой-стой. Давай так. Ты иди домой. На улице светло, в квартире безопасно. Заприсаны все замки, а я потом после работы забегу. Хорошо? Хорошо. Ну что, как будем встреч? Под ноль? Да, под ноль. Под ноль. Прекрасно. Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, и запишите на завтра мою дочку к Леночке Простите, но у Лены вся неделя занята Я могу вам предложить другого мастера Лиза А на следующей, что там у Леночки, свободно? А на следующей, на следующей Второго числа могу, на одиннадцать утра Подойдет? Давайте Да? Все, записываю, приходите Спасибо вам большое До свидания Да, до свидания Так что ж там у тебя за секретики такие, Леночка, а? Может поделишься? А вот я все равно не могу понять Ты у нас вся такая талантливая, да? А что ты с собой поделать-то ничего не можешь, Лена? Я не понимаю, о чем ты Да ладно Все ты понимаешь Ну или когда с клиентами работаешь В зеркало на себя абсолютно не смотришь Уж явно реже, чем ты, Лиза Ну что я могу поделать? Если на это лицо таки хочется смотреть Лизка, ты бьешь все мировые рекорды по самовлюбленности Угу Да шучу я Ну, что ни говори, а клиенту всегда приятнее, когда им занимается красивая женщина Особенно мужчине Кстати, вы же помните вчерашнего моего клиента? Тот, которому я бороду равняла, красавчик так Да, да, костюмчик у него еще такой был, не из дешевых Так он же меня пригласил на ужин И девчонки, там было просто все И мартини, и устрицы Ну а потом мы поехали на кофе Ну и я же такая, понимаешь, решила не скромничать И... Здравствуйте Здравствуйте Проходите Добрый день Ладно, там дальше неприлично В общем, он меня точно никогда не забудет У вас покраска, правильно? Да Какой оттенок? Теплый хочу Я поняла Так Давайте я вас немного подровняю Давайте Одну секундочку Блинок Давай после работы посидим? Давай У тебя? Нет Давай посидим в ресторане в центре Он так вкусно готовит Майя, ты же знаешь, что я домашняя Ну и что? А я не умею так вкусно готовить Майя Ничего не знаю Я уже забронировала стол Да Резерв это наш столик? А нет Вот наш столик Это что, двойное свидание? Нет, это скорее дружеские посиделки Мы так не договаривались Лена Лена, подожди Лена Послушай, нельзя видеть во всех мужчинах насильников Это отличные ребята, это мои друзья Тебя эта встреча совершенно ни к чему не обязывает Посидим, пообщаемся, выпьем вина и поедем домой Пожалуйста, Лена Лена, 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 Лена Я тебя убью Завтра А сейчас идем расслабляемся Привет Это наш основной зал Клиентов немного, зато постоянные Пришлите детальный отчет за последние три месяца И личные дела сотрудников Да, конечно, я сегодня же вышлю вам все на почту Все наши мастера, это стилисты А когда я могу познакомиться? С мастерами лично? Да, лично А, можем, прямо завтра, перед началом рабочего дня? Отлично, тогда вызовите их на час раньше Хорошо И оказывается, что моя преподавательница Просто перепутала комнаты в общежитии Шестую и мою девятую А в шестой тогда жил наш физрук И у них, видимо, тогда начинались взаимоотношения И же там свечи, вину Она просто ушла? Нет, не просто ушла Она сказала, Владислав Я надеюсь, это недоразумение останется между нами И, кстати, зачет можете не сдавать Браво Эх, ностальгия прямо Слушайте, а почему бы нам сейчас не взять бутылочку вина И не поехать на набережную? Прямо как в студенческие времена? А? Давайте Простите, я поеду Лен, ты чего? Мне правда пора Слушай, да на час туда назад Ребят, я вызываю такси Лен, мне нужно такси Я тебя подвезу А, хорошо Хорошей ночи вам Спокойной ночи Взаимно Счастливо Пока Ну что, попросим еще? Посчитайте, пожалуйста Спасибо за чудесный вечер Я давно так не смеялась Да, было здорово Лена А давай как-нибудь поужинаем Вдвоем У меня еще много смешных историй Хорошо Я с удовольствием их послушаю Здоров Ну тогда я позвоню Пока Открой, пожалуйста Открой дверь Открой машину Открой машину Не надо меня трогать Выпусти Открой машину Лена, успокойся Если ее дергает То срабатывает блокировка Все Дверь открыта Прости Извини меня, пожалуйста Да все нормально Спокойной ночи Спокойной ночи Лена, ты меня забрала Алло Лена Да, мой привет Ну как? Я все испортила В смысле? Влад с тобой? Нет, конечно Он уехал Там просто такая ситуация В машине заклинили замки Кажется, он подумал Что я неврастеничка Фух С тобой все нормально? Да, нормально Лен Точно? Нет, не нормально Я очень давно об этом не вспоминала И теперь Все снова перед глазами Слушай, если хочешь Я приеду Не надо, все хорошо Я уже успокоилась Правда, пока Давай, держись Форточка Это просто форточка Это слово Нам почитай Все, что вы просили Привет, дорогая Привет, дорогая Здравствуйте Привет Дружише Прошу Хорошо, все Дружише Ну что? Ну все в сборе, можем начинать. Девочки, знакомьтесь, это Андрей Владимирович, новый владелец нашего салона. Лиза, уверена, вы не пожалеете, что выбрали именно наш салон. Звучит как рекламный слоган. Майя, очень приятно. Очень приятно, Майя. Лена. Лена, а вы случайно не приболели? Нет, почему? Не, ну вы просто так основательно одеты, хотя на улице достаточно жарко. Я всегда так одеваюсь. Ясно, а не могли бы вы завтра одеться так, чтобы соответствовать погоде? Простите, конечно, но я думаю, что это мне решать. Ну конечно вам, Лен. Если это не касается места вашей работы, а так хоть в купальнике. Что? Хорошо, я объясню. Я купил этот салон за немалые деньги. Знаю, что очень рискую. Конкуренция как-никак большая. И чтобы стать элитным салоном, а не обычной районной парикмахерской, нам нужно показать свое лицо. Красивое, стильное, дорогое, ухоженное лицо. А я говорила. Поэтому в следующий раз, Лена. Зачем ждать с следующего раза? Пожалуйста. Так лучше? А вы не будете против, если вам немного освежат… Прическу и макияж? Да, спасибо, Лиза. Вы что, не одеваетесь? Если вы тут решили устроить конкурс красоты, то это без меня. Лен, да куда? У тебя сегодня еще пять человек. Пусть наш новый владелец их стрижет. Лена, подождите секундочку. Давайте представим, что я клиент, который первый раз пришел в салон. Захожу, смотрю и понимаю, что мастер, которому плевать, как он выглядит, не сможет и мне ничего сделать. Если остальные мастера заняты, я просто… я просто развернусь и уйду. Но у Лены запись на неделю вперед. Извините. Галя, цитирую ваши слова. Клиентов немного, зато постоянное. А мне нужно много клиентов. И записи. Чтобы не на неделю, а на месяц вперед. Хорошо. Если вы думаете, что стрелки на моих глазах увеличат количество клиентов, пожалуйста, освежите мне макияж. Андрей Владимирович, а я бы с удовольствием поработала над внешностью нашей Леночки. Ну, если ты, конечно, не помнишь. Крюш, я не берусь. Все более ты это делаешь с большой любовью. Только можно меня не поворачивать в зеркало? Я не хочу смотреть на этот цирк. Отлично. Тогда не будешь лишать в моей работе. Вот и прекрасно. Работаем. Все. Ну, это максимум, что мне удалось вышить. Ну, что, вы довольны? Теперь лицо салона может идти работать? Да, это совсем другое дело. Идите. Спасибо. В Кэти очень вкусные десерты, но такие дикие очереди капец. Спасибо, дорогая. Да. Ленка, я выброшу все твои резинки. Ты посмотри, какая ты красотка. Тебе нравится? 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 Что вы со мной сделали? Красотуля сделали. Как вы узнали? Что узнали? Только подумай, не угодили. Зачем вы это сделали? 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 Это вы чего? Устроили тут реальти-шоу с преображениями. Вам нравится, да? Ну, конечно, вам нравится. Главное, чтобы вам нравилось, да? А на то, что я чувствую, вам наплевать. Зачем вы все за своим салоном? Я увольняюсь. Психопатка. Лиза, помолчи. Ну, а я всегда повзоревала, что с ней что-то не так. И что? Ты уже начала искать другую работу? Нет, но не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Я помню, как ты к нам в первый раз в салон пришла, вся такая зажатая, вообще ни с кем не общалась. Или да, или нет. Сколько я к тебе пробивалась? Полгода. Извини, новый коллектив. Мне тяжело сходиться с людьми. Правильно. Зачем тебе еще раз через это все проходить? У нас уже все свои. Мы как одна семья. Даже эта Лизка со своими тараканами. Ну что? Она тоже, тоже родная. Только Андрей Владимирович наш не знает, чего от него ожидать. Андрей Владимирович согласен. Методы у него, мягко сказать, неправильные. Но вещи, он говорит, конструктивные. Я вот, например, верю в него, что он поднимет наш салон. Окей. Только без меня. Лен, ну он же, наверное, не хотел тебя зацепить. Он же не знает историю твою. А так очень что знает. Как будто пальцем в самую рану залез. Когда, когда со мной это случилось, я выглядела так же, как сегодня. Те же стрелки, та же прическа. Даже цвет помады тот же. Ого. Как так могло получиться? Как так могло получиться? Никто же не знает, что я здесь. Я все изменила. Я город изменила. Я фамилию изменила. Даже дату рождения изменила. Я бегу, 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 бегу от этого уже третий год. И все равно не получается убежать. Лен. Здесь тебе не от кого убегать. Это просто совпадение. Такое бывает. Так, послушай меня. Если этот Андрей Владимирович тебя хоть пальцем тронет, ему знаешь, что сделаю с этим пальцем? Я ему этот палец сломаю. Отличная идея. У Лизы будет повод его пожалеть. Вот. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Андрей. А… Андрей Владимирович. Вы что-то хотели? Я знаю, что вы решили остаться у нас работать. Спасибо. Отлишне. Я осталась не из-за вас. Я на машине вас подвезти. Отец, спасибо. Я на метро. Ладно. Хорошего вечера. До свидания. О-о-о. Привет, красотка. Какой мышонок. Э, слушай, у нас тут мальчишника. Оставайся с нами. Не трогайте меня, пожалуйста. Да ладно тебе. Ну что, нам бухло купили? Да, во, все норм. Давай. Возьмите сумку и телефон. Пересвальд. Уберите руки от меня. Уберите от меня руки. Да ладно тебе. Не трогайте меня. Мужик. Иди сюда. Почему я попадаю в такие ситуации? Я же не ношу вызывающие одежды. Я не крашусь. Я не пытаюсь быть привлекательной. Но все равно со мной это всегда происходит. А что? Что-то подобное уже было? Лен, ну конечно, вы не виноваты. Но у вас есть страхи. И они это чувствуют. Вы когда-нибудь проходили возле собаки, которого боитесь? Да, конечно. Она начинает рычать. Ну так же эти ребята начинают рычать, потому что чувствуют, что рядом жертва. Значит, я жертва. И поэтому ко мне липнет всякая мразь? Я понимаю, это немного жестко, но это правда. Ну это вообще ваш почерк. Жестко, но правдиво. И что вы мне предлагаете сделать? Уйти в монастырь или может застрелиться? Работать над собой. Постепенно, шаг за шагом, развивать в себе уверенность, чтобы в нужный момент дать отпор. Конечно, не очень быстро и не очень легко, но... Вам это нужно. Да, прости, я забыла, что вам лучше. Известно, что мне нужно. Хорошо, я не лезу в ваши дела больше. Но если это снова произойдет и рядом никого не окажется, то это может плохо закончиться. Только не говорите, что мы будем боксировать. Будем развивать уверенность в своих силах. Ну и... немного боксировать. Хорошо, покажи правый. Левый. Левый. А теперь боковой? А? Вижми. Стойку. Здесь, тут. Прижаты. Все, поехали. Левый. 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 aires. Спасибо, Лес. 。 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слона не обещаю, но будет вкусно Шестой раунд, только половина Субтитры делал DimaTorzok 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 Черт Да, видимо, твой удар его прошел бесследно Прости КОНЕЦ 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 Так, готово. Тридцать минут погуляйте, пожалуйста, в коферной зоне. Доброе утро, девчонки. Доброе утро. Доброе. Роль, а ты посмотри, что с нашим гадким утенком-то происходит, а? И как тут в сказке не поверишь? Слушай, может и мне влюбиться, а? Может мешки под глазами исчезнут? Подожди, влюбиться? А в кого это она влюбилась? Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Привет. Доброе утро. А, девочки, напоминаю, завтра в восемь вечера жду вас у себя. Явка обязательна. Андрей Владимирович, мы все с большим удовольствием выпьем за вашу здоровье. Я на это очень надеюсь. Ой. Ну, поняла. Я просто не понимаю, что с этим миром происходит, а? Ты впахиваешь каждое утро перед этим зеркалом, сил не жали. Эту раз причесала на тебе. Лиза. Так, смотри. Это скромное, но с загадкой. А вот это, в этом, конечно, никакой загадки нет. Ну, почему же? Загадка в том, надела ты белье или нет? Да? Решено, значит, это. А ты что наденешь, что-то с собой взяла? Взяла. В хорошее настроение. Серьезно? Я даже ресницы накрасила. Ясно. Так. А, пожалуйста, только не надо подбирать мне наряд. Не надо. Вот это. Нет, нет, я ничего не хочу слышать. Это будет очень красиво. Очень красиво. Очень прекрасно. Лена, комфорт создает не платье, а мужчина, который рядом с тобой. Ты сейчас о чем? Ну, ладно. Все видели эти ваши непрофессиональные взгляды. Так что давай, возьми это платье и влюби в себя Андрея еще сильней. Ну, давай. кто-то говорил. Ну, говорят, что это бизнес-выгалый. Андрей Владимирович, здравствуйте. 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 С днем рождения вас. Это вам маленький подарочек. Спасибо. Откройте его, пожалуйста. Интересно. Галстук? Неожиданно. Я вас просто в галстуках никогда не видела. Он вам очень подойдет, Андрей Владимирович. Что? Я говорю, галстук вам очень подойдет. Да, конечно, Лиза, я его как-нибудь обязательно найден. Извини. Андрей Владимирович, я поздравляю вас с Новым годом в вашей жизни. Спасибо, моя. Хорошего вечера. Привет. Привет. Очень милое платье. Очень милое вечеринка. Спасибо. Я так предполагаю, это мне. А, да. Семь рожденья. Каба, в следующий раз, когда пропустишь, мой удар будет не такой. Это шутка. Я просто так бы пошутил. На самом деле, это очень нужный подарок. Да? Ты совсем ничего не ешь? Я, конечно, понимаю, ты не гамбургер. Я не голодная. Спасибо. Никит. Смотри, на секундочку. Андрюха, ты все-таки приехал. Привет. Ну, как я мог не приехать? С днем рождения тебя. Ой, спасибо. Happy birthday. Кстати, разреши бы тебе представить. Не нужно, не нужно. Я в курсе. Шерри Лоэлла, звезда Голливуда. It's a great honor to meet you. Thank you. I'm honored to be here. Fabulous apartment. Слышь, детка, мне тут одна птичка напила, что у тебя мужика давно не было. Что, простите? Я говорю, что я скучать тебе не буду. Руки убрал! А ну-ка, иди подыши свежим воздухом. Выведи его, пожалуйста. Ты как? Кажется, я эту дорогую строю. Извини. Это ты извини. Я понятия не имею, кто он такой. Наверное, друг кого-то из знакомых. Ничего страшного. Ну, ты дала ему отпор, конечно. Да, коленки до сих пор дрожат. Ладно, хватит на сегодня впечатлений. Я буду домой. Я тебя провожу. И после этой выходки все гости, естественно, разбежались. И что, твой брат чудит так и на каждый твой день рождения? Может, не на каждый, но на парочку точно. Наверное, вы очень близки. Были. Мы поссорились по глупости и долгое время не общались. Никогда не поздно помириться. Его убили. Мы неужели, как это случилось? Не важно. Я надеюсь, того, кто в этом виноват, посадили. Нет, не посадили. Лен, слушай, я... Прости меня, пожалуйста, я влезла не в свое дело. Прости. Да нет, все нормально. Я пойду. Просто посильно вымотал этот праздник. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не зажимайся. Акцентирование удара. От бедра вкручиваю. Мне нужно передохнуть. Потом передохни. Давай работай. Я просто хочу отдышаться. Ладно, тренировка окончена. Давай, 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 работай! Еще, еще. То есть не попрощался, просто тренировка окончена и все? И все. Я вышла на стоянку, думала, что он там, машины уже не было. Не знаю, может быть, мне просто показалось, что между нами что-то есть. Ну, может, оно и к лучшему. Потому что все эти служебные романы, они ничем хорошим не заканчиваются. Это я тебе из личного опыта хочу сказать. Слушай, я же на этой неделе у себя на даче устраиваю вечеринку. Первый раз об этом слышу. Я тебе просто забыла сказать. Забыл? Да. Так что ты приглашена. Ясно. Ты опять меня хочешь с кем-то познакомить? Майя, я не готова. Все. Твои, я не готова, больше не работают. Если ты влюбилась в Андрея, значит, ты можешь еще в кого-то влюбиться. Я не влюбилась. Я... Я не просто влюбилась. Я ему доверилась. Я не влюбилась. Я не влюбилась. Я не влюбилась. Да? Лен, нам надо поговорить. А о чем? Я могу приехать. Сегодня? Сейчас. Сейчас? Да. Ну, хорошо, да. Приезжай. Привет. Проходи, развивайся. Привет. Зачай, кофе? Кофе. Да, кофе, если можно. Спасибо. Ты... ты извини меня, что я так поздно. А зачем ты приехал? Затем, чтобы... Блин, как же это все сложно. Ты женат? Что? Нет, 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 что-то я... А в чем проблема? В том, что я твоя подчиненная? Да нет, Лен, не в этом. Я просто... А в чем? Ты серийный убийца. Международный террорист. Может быть, шпион. В чем твоя проблема? Что с тобой не так? Почему ты сперва приближаешь, а потом... Потом отталкиваешь? Да, я... Только не ври, ладно? Не ври, пожалуйста. Я понимаю, это... Это смешно прозвучит, но... Я... я боюсь. Я знаю, я сам учил тебя бороться со страхами, а... А уж самого их... А чего ты боишься? Того, что чувствую, я... Я не знаю, что делать с этим, с тобой, с нами, я... Я боюсь, что ты этого не поймешь, и я... я... я все разрушу. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Доброе утро. Я... я в холодильнике у тебя там кое-что нашел, и... ну... решил приготовить блины. Блины? Серьезно? Слишком, да? Нет-нет-нет, это что, я очень люблю блины, да, и... Масленица, вообще, мой любимый праздник. Ну, тогда десять минут, и все будет готово. Я только умуюсь. Хорошо. Кажется, парит. Черт! Кажется. Кажется. Кажется, парит. Черт! Понятно. Субтитры создавал DimaTorzok